Участники соревновались в 13 номинациях. Победителей поздравил губернатор Краснодарского края. В этом году в регионе отдохнули почти 16 миллионов человек. Большинство туристов приезжали летом. Однако на Кубани намерены развивать круглогодичные курорты, заявил Вениамин Кондратьев. Сегодня, в первую очередь, не жилье нужно нам строить на курортах. Не жилье, я это в открытую говорю. А курорту инфраструктуру нужно строить. А если у нас не будет курорта инфраструктуры круглогодичной, конечно, у нас и курортов круглогодичных никогда не будет. Самый главный ресурс, он в ваших руках. Вот здесь просто прошу, прекратите бездумно распоряжаться с землей той, которая еще осталась. А если есть возможность заводить инвестора с курортной инфраструктурой, а не жильем, тогда вот этот первый инвестор в приоритете с курортной инфраструктурой. Только за прошлый год отрасль принесла в бюджет региона больше 6,5 миллиардов рублей. Курортные территории должны развиваться комплексно, обратился губернатор к тем, кто занимается туристическим бизнесом. В условиях конкуренции не нужно забывать и об уровне сервиса. Если мы потеряем хоть одного туриста или группу туристов, они к нам уже не вернутся никогда. Это рынок. И все рыночные механизмы, они тоже распространяются и на вас. На отрасль экономики, которая тоже должна сегодня конкурировать. И в рамках конкуренции не то, что демонстрировать плавучесть, но и демонстрировать рост. Здесь выход один – развивать наши курорты кластерно. Не каждый санаторий барахтается или отель и пытается выжить. А он понимает, что выжить можно только в одной общей группе, в одном кластере, в одной большой семье. Тут на самом деле я хочу вам сказать искренне спасибо, что курорты Краснодарского края – это, конечно, уже сложившийся бренд. Мне хотелось бы лично поблагодарить вас, в вашем лице всех представителей туристической отрасли за вашу работу. Коллеги, это – работу без выходных. В ваших силах сделать все, чтобы отдыхающие, уезжая домой, возили с собой не только частицу летнего солнца и ракушку «Я был в Анапе», а возили с собой самые прекрасные воспоминания и позитивные впечатления от курортов Краснодарского края. Работайте над этим. Мы, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, будем создавать все правовые основания, совершенствуя законодательную базу. Участие в конкурсе «Курортный Олимп» приняли 130 предприятий. Победителей определяла экспертная комиссия. Нынешний этап конкурса стал самым масштабным за 12 лет. В этом году также организовали круглые столы и мастер-классы для представителей туриндустрии. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Спасибо. Спасибо.